КОМАНДИР Находясь в бою, включи в настройках альтернативный режим интерфейса. Так ты точно будешь знать название всех кораблей в бою, количество очков боеспособности и никнеймы командиров, которые ими управляют. Кстати, в адаптивном варианте подробная информация отображается только у кораблей, что находятся в зоне обзора твоего бинокля или в непосредственной близости. Хочешь узнать обо всех, кто виден в бою? Жми клавишу «Аль». Эта же кнопка поможет тебе, когда альтернативный режим отключен. Обычно мы не рекомендуем бросать виртуальный штурвал корабля во время боя, но если ты хочешь сосредоточиться исключительно на стрельбе, то на выручку придёт автопилот. Жми клавишу «М» и левой кнопкой мыши «Построй маршрут». Зажми «Шифт» и сделай маршрут с несколькими точками. Теперь корабль идёт самостоятельно. Как только захочешь вернуть управление, сбрось автопилот кнопками «А», «Д», «Кю» или «И». Заметил уходящую цель, играя на эсминце или лёгком крейсере? Прежде чем вставать в дымы, посмотри на счётчик урона по разведданным. Возможно, именно ты светишь одиночку для своей команды. Как только ты скроешься за дымовой завесой, цель исчезнет. Поэтому обязательно включай этот счётчик в бою. Сделать это можно также через настройки игры по вкладке «Управление». Удобный прицел — залог меткой стрельбы. В клиенте игры их очень много. С отметками, без отметок, цветные и динамические. Обрати внимание на прицел «Паук». С ним проще целиться, особенно с корректировщика или когда противник движется под углом. Ещё больше прицелов и улучшений игрового интерфейса ждут тебя в официальном модпаке игры. Скачать его можно на портале «Мира кораблей». Пользуйся быстрыми командами в бою. Жми клавишу «Б» и смело попроси помощи, поблагодари союзника или сообщи ему, что он неправ. Но не злоупотребляй быстрыми командами. Сокомандники могут и заблокировать сообщения чрезмерно разговорчивых игроков. От советов по интерфейсу перейдём к советам в бою. Если позволяет ситуация, заходи на захват точки кормой. Даже под покровом дымовой завесы направляй корабль туда, откуда может прийти торпедная опасность. Так в тебя будет труднее попасть. Ещё один плюс захода на точку кормой — в случае опасности можно быстрее набрать скорость и скрыться. Когда играешь на эсминцах, отключай ПВО клавишей «П». Так вражескому авианосцу будет сложнее тебя обнаружить. При этом обязательно включи на миникарте круги обнаружения самолётов и радиус действия своего ПВО. Если дуэли с авиагруппой не избежать, активируй приоритетный сектор ПВО с помощью клавиши «О» или «Тильда». Важно правильно выбрать, какой из бортов усиливать. И обязательно маневрируй, так самолётам сложнее будет в тебя попасть. Противник ставит дымовую завесу или вот-вот пропадёт из-за света, а твой залп ещё не готов? Жми сочетание клавиш «Shift-Х». Так ты зафиксируешь прицел в одной точке и сможешь выстрелить туда, где враг показывался в последний раз. Но не забывай, при стрельбе без захвата цели разброс снарядов увеличивается в два раза. Поразить противника, стреляющего из дымов, можно также с помощью самолёта-корректировщика. Как ты помнишь, в этом случае прицеливание корабля меняется, камера поднимается выше, что позволяет точнее взять упреждения по вертикали. А теперь обрати внимание на трассеры снарядов из дымов. Начало трассера — это, по сути, место расположения башни ГК. Прицелься между ними, возьми чуть ниже и открывай огонь. Если трассеры всё время вылетают из одной и той же точки, корабль стоит в дымах. Такую цель поразить проще. Помни, что опытные игроки, находясь в дымах, постоянно маневрируют. В таких случаях нужно подумать ещё и об упреждении. Ещё один способ введения огня по невидимой цели — стрельба в циклоне. Тут на помощь придёт миникарта. На ней всегда виден небольшой кружок, который обозначает расположение твоего прицела. С помощью него можно постараться прицелиться в противника, находящегося в циклоне. Правильно целиться в такой ситуации поможет небольшой совет. Обращай внимание на кружок на миникарте, когда бой проходит в обычных условиях. Так ты запомнишь, какое именно упреждение нужно брать, видя огонь по целям на различной дистанции. А когда над картой будет бушевать циклон, используй накопленный опыт. Находясь в порту, обрати внимание на пробитие осколочно-фугасного снаряда. Особенно если речь идёт об артиллерийском эсминце или крейселе. Также стоит изучить бронирование ваших основных противников. Так ты будешь знать, на что способен корабль-фугасно-артиллерийской дуэли и в какую часть корпуса противника стоит прицеливаться. В бою, в зависимости от ситуации, меняй тип снарядов. Даже на линкоре. Цель двигается бортом под прямым углом — стреляй бронебойными. Противник осторожничает и двигается носом или отступает кормой. Самое время для фугасов. И, наконец, чаще экспериментируй с модернизациями и навыками командира. Так ты сможешь изменить боевой облик корабля. Например, из истинного артиллериста Клебера можно сделать скрытного торпедника. Заменив дымогенератор на поисковую РЛС у Минотавра, ты полностью изменишь стиль игры на этом крейсере. Таких примеров в игре очень много. Это поможет тебе взглянуть на привычный корабль по-новому. В следующих выпусках «Как это работает» мы продолжим знакомить тебя с основами нашей игры. И помни, что знание игры — это путь к победе! Путь к победе! Путь к победе! Путь к победе!